Детская ортопедическая патология В 1996 году в клинике детской и подростковой вертибрологии Института впервые в России был применен современный сегментарный инструментарий третьего поколения CDI. Эта специальная металлоконструкция устанавливается на позвоночник, исправляя его форму. Позвоночник фиксируется в правильном положении, и уже через пять дней ребенок начнет новую жизнь. Однако хирургическая операция на позвоночнике – это крайняя мера, которой лучше избежать. В этом может помочь своевременно начатое консервативное лечение сколиоза. Понимая актуальность решения этой задачи, руководство Института травматологии и ортопедии в 1994 году создает функциональную группу под руководством кандидата технических наук Владимира Николаевича Сарнацкого для разработки диагностической скрининговой системы раннего выявления сколиоза. В результате был создан новый метод инструментальной диагностики – компьютерная оптическая топография, или КОМОТ, который стал широко использоваться для массовых обследований детей во многих городах Российской Федерации. В НИИТО метод КОМОТ впервые в стране был применен для оценки результатов оперативного лечения больных сколиозом сравнения до и после операционного состояния пациентов. Первое послеоперационное обследование проводится сразу, как только больной встает на ноги, и далее ежегодно. До появления компьютерной оптической топографии единственным количественным методом оценки результатов оперативного лечения был рентген. Он позволял определить величину коррекции сколиотических дуг и ее возможную потерю в дальнейшем. Но такой важный аспект, как косметический эффект операции, оценивался только визуально, по обычным фотографиям. Применение КОМОТ позволило хирургам получить точную и объективную количественную информацию об изменении формы и ориентации туловища в пространстве, в том числе количественную оценку и косметического эффекта операций. Благодаря КОМОТ хирурги получили возможность по-иному взглянуть на результаты оперативного лечения сколиоза, в том числе при оценке изменения баланса туловища в трех плоскостях – фронтальной, сагитальной и горизонтальной. Этот рентгеновский снимок был сделан до операции по поводу правостороннего грудного сколиоза четвертой степени. Пациент – женщина, 36 лет. А это 3D-модель туловища, полученная до операции при обследовании методом КОМОТ. После операции пациентке также было сделано рентгенологическое и топографическое обследование. И рентген, и топографические данные показывают радикальное улучшение формы позвоночника и туловища. КОМОТ, в отличие от рентгена, позволяет получить графическое совмещение двух состояний пациента и количественные изменения по всем топографическим параметрам, то есть наглядно продемонстрировать все изменения формы туловища и его ориентации в пространстве. По результатам компьютерной оптической топографии у данной больной по всем трём плоскостям зафиксированы значительные улучшения. Метод компьютерной топографии позволяет решать целый ряд важнейших задач, которые неизбежно встают перед врачами, занимающимися больными с деформациями позвоночника. Это раннее выявление самой малейшей деформации, которая ещё не видна, может быть, даже на рентгеновском снимке. И вторая задача – послеоперационный контроль результата хирургического воздействия. Мы занимаемся хирургией, но хирургия нужна очень небольшому количеству пациентов, может быть, одному, двум, трём процентам, не более. А подавляющее большинство больных нуждается в консервативном лечении, либо наблюдении. Вот здесь компьютерный топограф, который является методом обследования нелучевым и абсолютно безвредным. Я хочу это подчеркнуть, потому что это принципиально важный момент. Вот здесь этот метод неоценим. Малейшее изменение формы туловища, отклонение от нормы, могут быть оценены количественно, причём с очень высокой степенью точности. Порядка около ста параметров. И это, конечно, здорово, потому что это даёт возможность очень точно оценивать результат лечения, независимо от того, какое он консервативное или оперативное. За 20 лет существования метода КОМОТ сменилось три поколения созданных на его основе диагностических систем ТДП. И постоянно развиваются и совершенствуются его возможности применения в клинической практике. В 2005 году метод был удостоен Международной премии «Профессия жизнь» за достижения в области науки и технологии медицины. Специалисты НИИТО считают, что метод компьютерной оптической топографии должен войти в стандарт сопровождения больных с деформациями позвоночника, так как его можно применять на всех этапах – при массовых скрининг-обследованиях детского населения, для мониторинга группы риска, контроля результатов консервативного и оперативного лечения и последующей реабилитации больных.